О, Канада, our home and native land, true patriot love in all life... Итак, сегодня мы поговорим о законе. Законе в Канаде, никаких аспектов он касается. Законы помогают поддерживать безопасное мирное общество, в котором соблюдаются права людей. Канадская правовая система уважает индивидуальные права и одновременно убеждается, что система работает четко и слаженно. Основной принцип заключается в том, что закон относится ко всем. Это включает в себя полицию, правительство и государственные должностные лица, которые должны выполнять свои общественные обязанности в соответствии с законом. Канадский принцип законодательства – признавать и защищать основные права и свободы граждан, такие как свобода и равенство. Канадская правовая система, которая основана на традиции закона и правосудия, дает обществу важную основу. Главенство закона и демократических принципов были частью нашей истории и сегодня остаются основой правовой системы. Закон можно разделить на общественное и частное право. Общественное право имеет дело с вопросами, которые влияют на общество в целом. Оно включает в себя уголовное, конституционное и административное право. Государственные законы устанавливают правила взаимоотношений между человеком и обществом, а также для различных уровней власти. Например, если кто-то нарушает уголовный закон, то нарушение рассматривается как угроза обществу в целом. Частное или гражданское право имеет дело с отношениями между людьми. Законы устанавливают правила для договоров, собственности, прав и обязанностей членов семьи и т.д. Основная роль суда в Канаде – помочь людям решать споры справедливо и в соответствии с законом. Как в вопросах между отдельными лицами, так и в вопросах между отдельными лицами и государством. Суд толкует и устанавливает права, стандарты и поднимает вопросы, которые затрагивают все аспекты жизни канадского общества. Стоит отметить, что большинство споров в конечном итоге разрешаются вне суда. Чаще всего люди могут согласовать свои разногласия вне суда, например, с помощью альтернативных методов разрешения споров через посредничество или арбитраж. Если вам нужна помощь в канадском суде, вы можете нанять адвоката, который представит ваши интересы. Есть услуги, которые могут помочь вам найти этого адвоката. К ним относятся справочные услуги, предоставляемые провинциальным и территориальным обществом права. В зависимости от вашего дохода, вы можете рассчитывать также на услуги адвоката бесплатно. Это называется legal aid – юридическая помощь. Общество юридической помощи, которое отвечает за предоставление услуг такого типа, находится во всех провинциях и территориях Канады. Полиция Канады обеспечивает людям безопасность и следит за соблюдением закона. Существуют различные типы полиции, в том числе федеральные, провинциальные, территориальные и муниципальные полицейские силы. Номер для местной полиции находится на первых страницах телефонной книги. Если вам необходимо позвонить в полицию в случае чрезвычайной ситуации, наберите 911. Цель полиции – помочь вам и другим. Если вы стали жертвой преступления, или если вы наблюдаете за преступлением, или узнали о преступной деятельности, рекомендуется обратиться в полицию и сообщить об этом. Предположим, полиция арестовывает вас. Не сопротивляйтесь. Согласно законодательству Канады, вы невиновны, пока не доказано обратное. Будьте спокойны, говорите как можно более четко и смотрите прямо на офицера. Будьте готовы показать документ, подтверждающий вашу личность. Если вы задержаны или арестованы полицией, вы имеете право знать почему. Вы также имеете право на адвоката и бесплатного переводчика, если есть такая необходимость. Но излишне говорить, что попытка дать взятку полицейскому – это серьезное преступление. Насилие в семье включает в себя множество различных видов злоупотреблений, с которыми могут сталкиваться в своих семьях или домах как взрослые, так и дети. Все формы физического и сексуального насилия, в том числе нежелательной сексуальной активности с вашим мужем, женой, партнером, другом или подругой, являются незаконным в соответствии с Уголовным кодексом Канады. Ударить или бить члена вашей семьи или угрожать, ранить или убить кого-то – это преступление. Любой сексуальный контакт с ребенком – это преступление. Люди, признанные виновными в насильственных преступлениях в отношении членов семьи, подвергаются серьезным наказаниям в соответствии с канадским законодательством, в том числе лишением свободы. Насилие в семье также включает в себя пренебрежение – финансовое или психологическое насилие. Если вы стали жертвой насилия в семье, вы можете позвонить в полицию или 911. Существуют также специальные организации поддержки, которые могут помочь вам. Их контактная информация указана на первых страницах телефонной книги. Насилие в семье является очень серьезным пунктом в Канаде. Канадская полиция реагирует на насилие в семье таким же образом, как насилие между чужими людьми. Если кто-то пытается запугать вас, говоря, что вы будете депортированы или потерять можете своих детей, если пожалуетесь на насилие в семье, то сразу обратитесь в полицию или в службу поддержки за помощью. Вы должны обеспечить своим детям жизненные потребности и может быть предъявлено обвинение в совершении преступления, если они не обеспечивают своих детей до 16 лет. Это включает в себя кормление, одежду и жилище ребенку, даже после развода. В Канаде незаконно ругать своих детей, а также запрещено бить вашего ребенка, прикасаясь к нему с намеком или принуждать к вступлению в брак. Жестокое обращение с детьми является очень серьезным преступлением, за которое вы можете быть арестованным. Провинциальные территориальные законы о защите детей также имеют право допустить лиц социальной защиты детей, прийти в ваш дом и забрать детей, если родители не могут или не обеспечивают минимальный уровень медицинской помощи. Врачи, учителя, социальные работники и полиция будут принимать меры, если они думают, что детям наносится какой-либо вред или ребенок в опасности. Все взрослые в Канаде имеют юридическое обязательство сообщить о ситуации, в которой они подозревают жестокое обращение с детьми. Возраст совершеннолетия является возрастом, когда человек по закону считается взрослым. Логично. В Канаде возраст совершеннолетия составляет 18 или 19 лет, в зависимости от провинции или территории, где вы живете. Общепринятый возраст вступления в половую жизнь составляет 16 лет. Порнография и проституция с участием лиц, не достигших 18-летнего возраста, в Канаде является уголовным преступлением. Помните, что все сексуальные действия без согласия являются преступлением, независимо от возраста. Торговля людьми является ужасным преступлением. И самым уязвимым населением являются женщины и дети, которые часто приезжают в Канаду в качестве посетителей или эмигрантов. Торговля людьми включает в себя вербовку, транспортировку, лишение свободы, эксплуатации против их воли, часто сексуального характера. Существует помощь, которая доступна для жертв торговли людьми. Для того, чтобы сообщить о случае торговли людьми, обратитесь к местной полиции или по номеру 911. Наносить вред или использовать в своих интересах пожилых людей незаконно. Жестокое обращение включает в себя какие-либо действия или отношения, которые приводят к нанесению ущерба или страдания пожилому человеку. Это злоупотребление может быть физическим, финансовым, психологическим или сексуальным, а также это включает в себя пренебрежительные отношения. Брак является основполагающим учреждением в Канаде, основой семейной жизни для многих канадцев и одна из основных составляющих сильного и процветающего общества. В Канаде запрещено многоженство, и вы не можете приехать в Канаду с более чем одним из супругов, даже если вы были женаты на более чем одном человеке в прошлом. В Канаде вы можете вступить в повторный брак только если вы законно разведены или если ваш супруг умер. В соответствии с многолетними моральными принципами, которые закреплены в канадском законодательстве, является незаконным заставить кого-либо вступить в брак. Отец или брат не может заставить свою дочь или сестру выйти замуж против ее воли. Женщины, которые находятся под давлением брака, должны обратиться в государственные органы, такие как полиция, которая будет защищать их. Жениться на канадских гражданах или постоянных жителях для получения въезда в Канаду является преступлением. В Канаде только суд может дать вам гражданский развод, либо муж или жена может подать заявление на развод, но должно быть предоставлено доказательство в суд, что ваш брак разорван и что были приняты разумные меры для поддержки детей. Если ваш супруг живет за границей в течение года и более и получает развод в соответствии с законом той страны, то развод, как правило, будет законным и засчитанным в Канаде. Канадский право и справедливости Друзья, да пребудет с вами мир! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!